Шалом всем! Вы знаете, у нас сейчас будет финансовое служение. Мечтает ли кто, чтобы наши финансы были не просто благословлены, а стали благословением? Знаете, таким большим потоком благословения для многих. Здорово, вот такие мечты, когда есть, вы знаете, Бог отвечает. Когда мы хотим излить то, что Он нам дает. Есть такое понятие. Иметь финансовую свободу. В Евангелии от Анна написано. И познайте истину. Истина сделает вас свободными. Точка. Можно прочитать так? И чтобы наполнилось это понятие свобода. Например, познайте истину. Я получу финансовую свободу. Свободу в моих финансах. Правда? Это тоже часть свободы. Свобода это во всем. Там точка стоит больше. Мы можем не ограничивать Бога. Не ограничивать Его. В книге Второзакония мы читаем о двух горах. Это гора Горизим и гора Гевал. Я прочитаю из 11 главы. 29 стих. Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы повладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим. Это название означает быть отделенным. Отделенный, отрезанный. Видите, где благословение, да? Когда мы отчеты должны быть отрезаны. Кто знает от чего? От того, что властвует в этом мире. Во, где благословение. Это видите, как уже маршрут выстраивается. А проклятие на горе Гевал, которое есть пустынное, лысое место, вообще, лишенное всякой растительности, это просто голая скала. И вот одно из благословений конкретно во Второзаконии 28.5. Такое коротенькое, коротенькое, но очень емкое. Благословенные житницы твои и кладовые твои. Вот они благословенные, и там уже наполнены у кого чем? Божьими благословениями. То есть там есть полнота, обеспечение внутри. Вошел в свой дом, вошел в свою житницу, а там полно Божьих благословений. Видите, как кратенько, но как мощно у Бога. А между этими горами есть долина. И называется, знаете, она долина Сихем. Это как часть спины между плечами. И там Господь явился Аврааму, Авраам там сделал жертвенник. И он утвердил свой выбор. Я свою жизнь отдаю тебе. Вот мой выбор, мое решение. Когда народ Божий шел из Египта, он там тоже остановился. Иисус Навин, он там предложил народу. Давайте мы сделаем выбор, кому мы будем служить. Богу, который нас вывел. Или идолам, богам египетским. И народ тоже сделал выбор. Представляете, такое место выбора. Но я могу сказать, что если мы будем читать Библию, не всегда там принимались такие решения в пользу Бога. Иногда люди выбирали под проклятие подпасть. Я не буду сейчас туда идти. Это можно читать. И об этом можно размышлять. То есть вроде две горы рядом. Одно решение ведет к благословению, другое ведет к проклятию. Прямо как образы. Место выбора. Но есть условия, когда придут благословения. Также во второзаконии 28.1. Будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди. Эти две горы, они очень близко. Там всего 400 метров, чуть больше. Это проход от Иордана к Средиземному морю. Вы знаете, такая вот параллель. Идет соединение. Вот мы идем по земле. Просто ногами идем по земле. Если мы соединяемся с тем, кто на небесах, да это всегда крест. И вот тогда мы в этом благословении. Когда мы в этом узком месте говорим, а я выбираю как врам Господа. И тогда благословения, они приходят. Вы знаете, а бывает не просто близкое расстояние между тем, где идет благословение и проклятие. А бывает вот прям как две стороны одной медали, что ли. Такой пример приведу. Ну, например, мы делаем одно и то же. Например, вот человек, там родитель, мама выбирает все делать за ребенка. Ребенок растет, но все делает за него. Это ему будет благословением? Да нет. Просто потом, когда он вырастет, ему от этого придется избавляться. Но если человек немощный, и мы все делаем за него, это благословение. Одно действие. Разный результат. Да? Потому что это все очень близко. И шел израильский народ из Египта в земле обетованную. Столб облачный для него, для того, чтобы идти, знать направление. Правда? Столб огненный для него, для того, чтобы видеть в ночи. А для фараона, для египтян. Обжигает. Закрывает зрение. Не дает видеть облачный столб. Огонь огненный палит. Одно и то же. Но оно с разных сторон как бы приходит. Так что будут наши финансы? Чем они будут в наших руках? Они будут благословением или нет? Они будут благословением для кого-то, кроме нас, или нет? Это наш выбор. Еще одна долина в Библии. Долина Ахор. В ней был, это после взятия Ирихона, был в ней побит камнями Ахан. Один человек, который, ну, я понимаю, у него очень долго странствовали. У них ничего не было. Одежда не вершала. Но ничего не было нового. Что было, то и было. И вдруг увидели в шатрах богатство какое-то. И вот что он объяснял. Он взял то, что было брать нельзя. Бог сказал, не брать. Это заклятое. И что он объяснил. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду. 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось. Я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего. И серебро под ним. Позарился на материальной ценности. Раз ушел со стороны бога. Какая победа взять Эрихона, да? Аналогов. Знаем? Это же такая победа, боже, народа. Даже нету ничего подобного, чтобы вот так обойти и так взять город, который невозможно было взять. И раз. Мамона. Давай. Возьми. Мы знаем, что бог по милости к своему народу просто уничтожил это из Израиля. Хан его род. И эта долина, она осталась такой для Израиля долиной смятения. Когда народ Божий был в смятении, потому что они пошли потом дальше завоевывать землю и были поражены перед врагами, чего раньше не было. Вот так быстро, как только Мамона вступил на территорию сердца, быстрое поражение. Поражение в том, в чем раньше поражений-то не было. А было сверхъестественное благословение. Вот только чуть-чуть с Мамоной в контакт вошли, и все. Видите как? И эта долина смятения, она так была очень долгое время. И бывает ли у нас, что мы в смятении, и перед нами финансовые проблемы встают, как гора. Вот та гора Гивал, которая лысая, ничего на ней не растет, скала. И ходить туда не хочется, на такое место. Бывает ли? Я думаю, что бывает, когда встают эти проблемы. Но Бог, я начала с этого, Он может проклятие, обратить благословение. Мы знаем, как трудно шел Израиль, когда он отходил от Бога. И вот здесь конкретный пример я сейчас привела. И потом Господь по прошедшей время, у Него есть какое-то время, когда это должно пройти, когда это должно исполниться. Наказание ли это было, или какой-то момент вразумления. Бог, кто проклятие, говорит, это не будет вечно. Я для своего народа даю благословение. Нам главное не пропустить. Даже если мы попали на эту гору Гивал, даже если мы попали в своем финансовом хождении под какое-то проклятие, нам надо всегда знать, что у Бога впереди есть вот эта дверь благословения. Это долина Ахор, которая потом стала долиной надежды. Я сейчас прочитаю. Сначала прочитаю из 67-го псалма, 31-й стих. Это молитва, известное место, которое очень люблю. Укороти зверя в тростнике, стадо волов среди трельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Вол и телец то же самое фактически. Что телец, что вол. Только в Библии это, я сейчас скажу, в чем разница вообще, что телец он такой молодой, а вол более зрелый. А в Библии волы это те, которые уже могут проповедовать, могут уже нести слово. Есть те, которые только молоденькие еще пришли, еще не знают, что как. А есть те, которые несут. И вы видите, что в мире-то? Какая просьба? Укроти тех, которым надо было бы нести истины Божьей в мир. Те, которые уже встали на какую-то позицию в обществе. Они чем занимаются? Слитками серебра хвалятся. Под Мамону подпали. Но у Бога для своего народа есть эта обратная сторона. Когда был в проклятии. Потому что, может быть, до этого долго хвалился слитками серебра. Может быть, до этого не знал. Может, поколения их не знали. А вот теперь Господь говорит. А у меня есть для тебя долина надежды. Просчитаю еще два места. И будет Сарон. Пастбищем для овец. И долина Ахор местом отдыха для валов. Для валов народа моего, который взыскал меня. Как в рам. Надо вернуться. Надо вернуться к выбору, который сделал в рам. И тогда придет та свобода, о которой я сказала вначале. Финансовая свобода. Она там. Там ее корень. И еще один текст. Осия 2.14. Господь говорит своей деве, своему народу, деве Израиля. Посему вот я увлеку ее. Приведу ее в пустыню. Буду говорить к сердцу ее. И дам оттуда виноградники ее. И долину Ахор. Уже не как долину, где смятение было. Где вот это была память, что там вот такой суд произошел. А как долину предверия надежды. И она будет петь там. Как в дни юности своей. И как в день выхода своего из земли египетской. И я хочу, чтобы мы взяли в руку то, что мы принесли. Наши финансы. И поблагодарили Господа. Что у Него есть эта сила преображения. Когда то, что было проклятием, может стать благословением. В том случае, когда мы взываем Господу. Отец, ты сказал. Ибо только я знаю намерения. Какие я имею о вас. Намерения во благо, а не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. И вот зовете ко мне. И пойдете. И помолитесь мне. И услышу вас. И взыщите меня. И найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Спасибо, Отец. Что то, что могло быть смятение внутри нас. Когда мы могли находиться не в свободе финансовой. А в каком-то давлении проклятия. Это гора Гевал просто стояла перед нами. Ты говоришь, а я сделаю. А я сделаю. То, что было до этого. Сметением в сердцах. Когда может быть нет достатка. Нет обеспечения. Когда мы не можем кого-то благословить. А ты говоришь, я это сделаю долиной надежды. И там волы народа моего будут отдыхать. Спасибо, Отец. Что те, которые соглашаются нести Твое Слово. Исповедовать Его. Взывать к Тебе. У Тебя есть место этого обеспечения. Где нет запрета брать что-то. Потому что Ты насыщаешь наши житницы. И наши кладовые. Слава Тебе, любимый. И пусть эти финансы, которые мы сейчас держим в руке. Они получат силу преображения этого Слова. Которое сейчас звучало. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, любимый. Аминь. 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 Аминь.